Значит, второе, почему можно как бы испытывать чувство стыда, ну, основное мы сказали, да, что это происходит потому, что мы боимся того, что мы будем конкретно затронуты в этом вопросе, да. Но второе, почему это своей слабости, своей слабости. Многие, наверное, слышали такое выражение, да, что на Бога надейся, а сам не плашай. Или другое выражение, что все, что как бы я имею, это сделали мои руки. Слышали такое, да? И в действительности, то есть многие люди, они пытаются верить в себя, надеяться на себя и так далее, да. Однажды я стоял на Дерибасовской, все знают, да, где улица Дерибасовская? Вот. Я был тоже в такой футболке, было написано «Еврея из-за Иисуса», раздавал трактаты. Одна проходящая женщина подошла ко мне и говорит, можно задать вам вопрос? Ну, знаете, ожидая, я ожидал, что вопрос будет следовать, конечно, по поводу того, что я здесь стою, о чем говорю и так далее. Я сказал, да, конечно. Она говорит, вы не могли бы мне помочь? Мне нужно жалобу написать. Меня соседи заливают. Знаете, я растерялся. Я говорю, я говорю, ну я вообще здесь по другому поводу. Она такая посмотрела на меня и говорит, а, да, 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 вижу, вижу, знаю, знаю. Говорили мне, что вот если ты слабый человек, то тебе надо быть вот среди таких, как вы, говорит, которые только надеются на Бога и так далее, и так далее. Я говорю, подождите. Я говорю, а что вы на самом деле можете сделать сами? Вы можете себе росту прибавить естественным путем? Она говорит, нет. Я говорю, вы можете изменить цвет волос своих естественным путем? Она говорит, нет. Я говорю, ну вы даже жалобу не можете самостоятельно написать. Она говорит, да, это вы правы, точно. Я говорю, это говорит о том, что вы такой же слабый человек, как и я. И ваше место среди таких же людей, как и я. Знаете, многие люди просто стесняются того, что им для того, чтобы идти в этой жизни, нужен в определенном смысле грубо, ну, как костыль, на который нужно опираться для того, чтобы идти дальше. Я хочу в своей жизни опираться на Бога и знать, что я буду идти дальше. Чем пытаться идти, каждый раз падая. Или пытаться выйти в дверь там, где ее не существует. Есть только один выход. Это Мессия Ишо. Через Него можно выйти, через Него можно войти, через Него можно иметь эти отношения. И сегодня я могу жить, зная то, что да, я слабый человек, я признаюсь в этом. Я многого не могу сам. Но в Нем я могу очень многое. В Нем я могу практически все. Поэтому в действительности многие утверждают то, что вы слабые люди. Но даже в этом, если приходит к вам это чувство сцеда, снова ущемление происходит где? Ваше эго ущемлено, да? Потому что вас кто-то посчитает слабым человеком. Кто-то подумает, что вы не совсем здоровы. Кто-то в адрес ваш покрутит у виска. И еще что-нибудь подумает или скажет. Но на самом деле это не причина для того, чтобы стыдиться. Иисус, когда взошел на крест, знаете, Он не постыдился, что Ему пришлось умереть за наши грехи. Он понес наказание за нас. Ему не было стыд. Он это делал, потому что Он любит. Второе – это чувство страха. И в действительности, опять же, можно было бы сказать, что здесь вопрос касается того, что мы сталкиваемся именно с тем, что мы каким-то образом можем пострадать. Евангелие от Матфея, 10 глава. Евангелие от Матфея, 10 глава. В этой главе Иисус отправляет учеников подвое для того, чтобы они шли и благовествовали о приближении Царствия Божьего. И Он дает им определенные наставления. Давайте прочитаем с 23 стиха. Можно с 22. С 22 стиха. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо, истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Продолжайте. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вильзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. Не бойтесь убивающих тело, души же немогущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Хорошо, а пока остановимся. Итак, смотрите. Мессия от нас ничего не скрывает. Вы видите, да? Ну, вы, может быть, кто-то еще помнит, когда, допустим, вам свидетельствовали и говорили, тебе нужно покаяться, последовать за Иисусом, и в твоей жизни все изменится, ты станешь преуспевающим человеком, ты станешь... Все у тебя в жизни будет всегда, там, по-педоносной и так далее, ты не будешь знать никаких проблем и всего остального. Кто-нибудь помнит, что ему так свидетельствовали? Но, знаете, Иисус очень интересно, Он говорит почему-то не об этом, да? Он говорит своим ученикам, отправляя их на проповедь Евангелия, Он говорит им, что «И будете ненавидимыми всеми за имя Мое». Вы слышите, да? Он открывает как раз сразу те стороны, с которыми мы в первую очередь столкнемся. Он говорит сразу о том, что не будет нас сопровождать везде успех, да? Потому что, когда у нас будет сопровождать успех, мы это увидим, мы будем этому довольны и рады вас. И это нас как раз никак не потрясет и не будет разрушать нашу веру, да? Но когда мы столкнемся с неприятностями, когда мы вдруг столкнемся с тем, что из-за того, что мы последовали за Ним, вдруг нас люди, которые вчера нам улыбались, и мы были им совершенно милыми, вдруг они стали нас ненавидеть. И Он об этом нас сразу предупреждает. Видите, да? То есть, что Он хочет? Он хочет, чтобы, когда мы последуем за Ним, с нами не произошло каких-то огорчений из-за того, что мы столкнулись с какими-то трудностями, из-за того, что мы столкнулись с неприятностями, чтобы мы потерпели кораблекрушение в нашей вере. Он хочет, чтобы мы заранее знали и были готовы к тому, что это может произойти. Я скажу, слава Богу, сегодня мы живем в такой промежуток времени в нашей стране, да, когда двери открыты, благовестия, да. Сегодня нас, слава Богу, не сажают в тюрьмы за то, что мы проповедуем Евангелие. Да, мы еще можем что-то испытывать, какие-то эмоциональные стрессы, или может даже на физическом уровне что-то еще, душевные какие-то потрясения за то, что мы проповедуем Евангелие сегодня здесь, в нашей стране. Но Он предупреждает о том, что и будете ненавидимыми всеми за имя Мое. И очень интересное, претерпевший же до конца спасется. То есть этот путь, который мы с вами избрали, его нужно дойти до конца. Это понятно, да? Это, с одной стороны, может быть как бы огорчающая какая-то, ну, такая весть, потому что она говорит о том, что мы можем претерпевать что-то, да. Но, с другой стороны, я скажу вам, это радость, когда мы знаем заранее, что с нами может такое произойти. Потому что, когда человек готов к чему-то, ему легче это перенести, чем когда он не знал и вдруг столкнулся. Потому что многое, на самом деле, мы боимся, знаете, когда? Когда мы не знаем, что нас ожидает. Знаете, почему сегодня мир живет в страхе? Потому что они боятся завтрашнего дня. Они боятся, что им завтра принесет день. Почему мир боится смерти? Я не говорю, что я не хочу умереть. Я тоже не хочу умирать сегодня. Я хочу еще продолжать жить. Исполнить все то, что Бог предназначил для моей жизни. Но если наступит этот день, я не боюсь этого дня. Потому что я знаю, что для меня это не смерть, это переход. Я буду жить дальше в общении с Богом. Но человек, живущий в мире сегодня, он боится этого дня. И знаете, как говорят, что перед смертью не надышишься? Что это говорит о том, что даже в любом возрасте, в любом моменте, когда бы ни происходило это, никто не готов согласиться с этим, что я вот умираю. Потому что они не знают, что их ожидает дальше. Это самый большой страх приходит в жизнь человека, когда он не знает, что будет дальше. И он просто говорит, что будут вас гнать, будут вас ненавидеть и так далее, и так далее. Но очень укрепляющие действительности и поддерживающие слова его заключены в 28 стихе. И не бойтесь убивающих тело, души же немогущих убить. А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Кто реально может погубить и тело, и душу в гиене? Только Бог. На самом деле, что нам могут сделать? Какой вред могут нам причинить? Нам могут принести эмоциональный вред, нам могут принести физический вред. Максимум, что могут с нами сделать, нас могут убить. Ну, физически, да. Физически. Но духовно нас убить не могут. Вы понимаете, да? Только души его не трожь. Да. Только души его не трожь. То есть, нас могут уничтожить физически, в конце концов. Это максимум, что может с нами сделать дьявол. Но он говорит поэтому, что и не бойтесь убивающих тело. Вы слышите, да? То есть, не надо этого бояться. Потому что даже это может произойти только в том случае, если Бог это допустит. Если это, да, будет его воля для того, чтобы пришло время нам перейти. И он знает, когда лучший момент для нашей жизни. Когда это самое правильное. Мы часто задаемся вопросами, когда молодые люди, например, верующие вдруг умирают неожиданно, да? Или что-то случается. И мы спрашиваем, ну почему же, Господи, он был хороший парень, молодой человек, он мог что-то в жизни сделать. На самом деле, мы не можем ответить на этот вопрос, мы можем только знать и верить в то, что это был лучший для него момент жизни. Потому что Бог знал, что для него это лучший момент жизни. И на самом деле, что-то произошло с его телом, да? Но его дух и душа, они сегодня уже с Господом. И нам это иногда трудно понять, нашим разумом. Нам это трудно воспринять, трудно как-то это соразмерить и так далее. Но на самом деле, если мы верим Слову Божьему, да, то Бог говорит, что ему там уже хорошо. Потому что он уже имеет общение с Богом. Поэтому Бог говорит, не бойтесь их и не бойтесь убивающих тела, души же, не могущих убить. А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить гиеню. Только Бог имеет такую власть над нашим телом, над нашим душой и над нашим духом. Но Бог никогда не остановит нас, чтобы мы перестали проповедовать Евангелие. Хочу, чтобы мы еще рассмотрели отрывок из Писания, который записан в Деяниях, 18 глава. Деяние, 18 глава. с первого по 11 стих. Кто прочитает? После сего Павел, оставив Афины, пришел в Каринф, и, найдя некоторого иудея имени Макилу, родом Пантянина, недавно пришедшего из Италии, и прискил жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еленов, а когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был Духом свидетельствовать иудеям, что Иешуа есть Мессия. Но как они противились и злословили, то он, отрясший одежды свои, сказал им, «Кровь ваша на главах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». И пошел оттуда и пришел к некоторому чтущему Богу именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу, «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобой, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И он оставался там год и шесть месяцев получая их Слово Божие. Посмотрите на эту историю, на этот отрывок жизни Павла, который происходил с ним в Коринфе. На ваш взгляд, это было успешное служение или нет? Успешное. То, что происходило с Павлом в Коринфе, вот его служение, это было успешным служением или нет? Это было успешное служение. Это было успешное служение. Посмотрите внимательно, вот как бы на основании того, что здесь написано, да, ну, на плоды посмотрите, другими словами. По плодам мы можем увидеть, это был успех или это не был успех, да. Здесь написано, что Крисп начальник синагоги уверовал в Господа со всем домом своим. И многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. то есть был начальник синагоги с домом своим, да. Сегодня, знаете, если, к примеру, раввин какой-нибудь уверовал, Ну, другого поставить понятно, да. Ну, как это воспринимается? Как особенное сильное действие Божьего, да, мы так воспринимаем это. Если человек, занимающий такое положение, да, уверовал. Я скажу, на самом деле, много причин, почему, то есть, в действительности, мы сегодня таким образом радуемся. Ну, во-первых, потому что просто человек спасся, да. Во-вторых, потому что человек, находящийся на таком месте, принял решение следовать за Мессией. Это очень серьезно. Потому что он заплатит цену больше, чем кто-либо другой за то, что он последовал. Потому что за то, что мы следуем за Мессией, мы платим цену. Знаете, кто-то меньше, кто-то больше, но все платят цену. Есть цена за следование. И я скажу вам, начальник синагоги совсем дома своему веровал. Это успех. Ну, успех служения, успех проповедь. Многие коринфяне написано так же уверовали. И что происходило с Павелом? Если бы Бог не явился ему ночью, не сказал бы ему во сне, и потом бы это не было записано в Слове Божьем, никто бы из нас никогда бы не узнал о том, что Павел боялся. Подумайте. До этого момента уже Павел прошел многие испытания. уже его били, уже его там, знаете, закидывали камнями. То есть уже можно было бы сказать, ну, послушай, ты человек, которым сильно действует Дух Божий, который имеет все дарования и так далее, так далее, успех в служении. Тебя уже там и били, и палками, и камнями, и что только с тобой не делали. Ты уже все испытал. Ну, как бы уже можно было подумать, что этот человек просто уже не может бояться. Ну, так или нет? Ну, чего уже бояться? Ты уже как бы прошел через все. Чего бояться? Но, знаете, мне нравится наш Бог за то, что Он все делает очень открытым. И благодаря тому, что Он пишет открыто, о том переживании, которое переживал его помазанник, мы сегодня можем иметь определенное утверждение в том, что мы простые верующие люди, может быть, не имеющие столько помазания, но в нас живет тот же самый Дух, который жил и в Павле. значит, мы также можем справляться с этими страхами, с этими трудностями и со всеми другими делами, с которыми справлялся Павел, учитывая то, что сам Павел, он переживал все эти переживания. Имея успех в служении, реальный успех в служении там, видя плоды своего служения, видя реальность того, что там дверь открыта, благовестие, и Бог использует и вода, и Бог приводит через него ко спасению людей, и все так движется и так далее. Но Павла посетил страх. И результатом присутствия страха было то, что Павел собрался уходить из Калинфа. И знаете, никто бы на это не обратил внимания никакого. Но Павел бы сказал, что мне нужно идти. И все бы сказали бы, ну, нормально. Если он говорит, что надо идти, значит, надо идти. И никто бы никогда бы не задался вопросом, почему мы ушли именно сейчас с Калинфа. Но Бог тот, который видит не только наше лицо. Бог тот, который видит и наше сердце также. Он увидел, что происходит с Павлом. И у Бога был план для этого города. Именно был план, чтобы Павел был в этом городе и продолжал свою работу. Чтобы Павел находился там и продолжал свидетельствовать Евангелие находящимся там в Коринфе. Поэтому Бог, видя его страх, Он пришел к нему ночью и сказал ему «Не бойся, не бойся». Мне нравится, что многие говорят о том, что это действительно правда. 365 раз слово «не бойся» повторяется в Писании. Бог 365 раз в Священном Письме обращаясь к нам сказал «не бойся». «Не бойся», «не бойся», «не бойся». «но говори» «не умолкай». «Не бойся», «но говори» «не умолкай». Бог ставит конкретную задачу перед Павлом. Он видит, что страх пришел в его жизнь. Он видит, что Павел хочет замолчать и идти в другой город, потому что он боится. И Бог приходит к нему и говорит «не бойся», «не умолкай», «продолжай говорить». И он говорит «Ибо я с тобою». Есть одно очень классное место тоже в эту тему. И разумом оно просто не воспринимается. Только вера. Это Исаия 57 глава с 1 стиха. «Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру, ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих». Надо прочитать 7 стих. 7 На высокой и выдающейся горе ты ставишь ложе твое, и туда восходишь приносить жертву. Это 7 51 вы читаете? Не, 57 глава. А, 57. Это 51 7, да. Ага. Также о том, что люди очень часто умирают действительно за Божье дело, находясь в праведном положении перед Богом, а мир, вот как написано, никто не принимает этого к сердцу. То есть люди не могут смириться, согласиться с этим. Ну, как так? Праведный человек и погибает. На самом деле, вот в одном из псалмов, я тоже помню, есть место, где написано, что Богу приятна смерть праведника. То есть не в том плане, что Он хочет, чтобы мы все умерли мученической смерти. Да, но в том плане, что когда человек жертвует своей жизнью ради исполнения его воли, для него это действительно проявление нашей веры, да? Да. Как Авраам принес жертву Исаака. Бог таким образом вдохновляет нас не бояться убивающих тела. И смотрите, в итоге Бог говорит Павлу, ибо я с с тобой, да? Если Писание говорит Бог с нами, да? То кто против нас? Кто против нас? Ибо я с тобой, и никто не сделает тебе зла. Павел боялся чего? Он боялся, что в очередной раз он будет каким-то образом бит или что-то еще, мы не знаем точно. Но именно переживал чего-то этого, он боялся снова. но Бог говорит ибо никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе. Знаете, Бог говорит многим из нас и повторяет это снова и снова, о том, чтобы мы не боялись, о том, чтобы мы не молчали, о том, чтобы мы продолжали говорить. но вопрос заключен вот в чем. Готовы ли мы слышать то, что говорит Бог и готовы ли мы исполнить то, что говорит Бог. Помните, да, мы сегодня начинали и говорили о том, что это как бы определенное правило взаимоотношений между нами и Богом, что Бог часто повторяет это и говорит, тебе нужно слышать то, что я говорю, а потом исполнять то, что я говорю. И Павел, я скажу, он был человеком, который и слышал Бога, и который исполнял. Поэтому в 11 стихе и написано, и он оставался там год и 6 месяцев, получая их Слово Божьему. Бог пришел к нему, Бог сказал ему, Павел, ты боишься, но я тебе говорю, чтобы ты не боялся, я буду с тобой, ты должен продолжать говорить, ты не должен молчать, и ты должен оставаться в этом городе, потому что есть много людей еще приготовленных ко спасению. И Павел услышал голос Божий, и он тут же сказал, Хинейни, знаете, что такое Хинейни? Вот я. Хинейни искал, я остаюсь в этом городе, и я буду исполнять ту волю, которую ты предназначил для меня исполнить. Давайте вернемся к Евангелию от Матфея к 10 главе. Евангелие от Матфея 10 глава. Прочитаем 32 и 33 стих. Итого исповедую я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Итак, наверное, ни для кого не секрет, что Мессия Ишуа круглосуточно находится в предстоянии пред Отцем, ходатайствуя за каждого из нас. Все знают об этом, да? Ни для кого это не является секретом. И посмотрите, что интересно говорит здесь Ишуа. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми. Что значит исповедовать? Что значит исповедовать? Обязательно знаете, ну, многие говорят, я исповедую свою жизнь. Но, ну, приведу вам один пример, да? Подошел ко мне один молодой человек, верующий, и он спросил, я вот сейчас устраиваюсь на новую работу, меня уже берут туда, как вы считаете, стоит ли мне сразу сказать о том, что я христианин, что я верующий человек, или не говорить мне? Я говорю, ну, а как ты считаешь? Он говорит, я так подумал и решил, что я не буду говорить, что я верующий, что я христианин, буду все делать очень хорошо, и люди меня обязательно спросят, почему ты такой хороший? И тогда я им всем засвидетельствую, что я христианин, что я верю в Мессию Иисуса, и так далее. Я говорю ему, знаешь, я тебе рекомендую прийти и сразу сказать, что ты христианин, что ты спасенный человек, что ты верующий. Он говорит, почему? Я говорю, потому что если ты об этом не скажешь, ты сделаешь столько негативных вещей, что тебе потом будет просто стыдно заявить о том, что ты христианин. А так, когда ты заявишь о том, что ты христианин, ты заявишь и скажешь, что ты верующий в Мессию Иисуса, что ты спасенный человек, то каждый раз, когда ты подумаешь только совершить что-нибудь плохое, ты будешь думать, все знают, что я верующий, поэтому я не могу поступить плохо, я должен всегда поступить хорошо. Вы понимаете, да? И в конце концов, в действительности Мессия говорит, что и так всякого, кто исповедует меня перед людьми. Для того, чтобы перед людьми исповедовать, нужно в первую очередь говорить. Исповедь это подразумевание того, что мы говорим. И так всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцем моим Небесным. Помните, да, нам так сказано, что когда мы обращаемся к Отцу, нам надо обращаться как во имя Ишуа, во имя Иисуса. Помните, да? То есть это говорит о том, что Он является именно тем ходатаем, тем посредником между нами и Богом Отцом и через Него мы передаем все Отцу и в результате того, что мы просим во имя Его, мы получаем. Да? Аминь? Верите в это или нет? В результате, если мы просим во имя Его, если мы верим в это, мы получаем. Но Он говорит, как посредник, что есть условия. И знаете, многие спасенные люди на это вообще не обращают внимания. И говорят, ну, что-то почему-то Бог не отвечает на молитву и так далее. Наверное, это потому, что есть у Бога всегда да, нет и подожди. Наверное, Он просто хочет, я подождал. Иногда, может быть, действительно, Бог хочет, чтобы мы просто подождали. Но с другой стороны, а может быть, Бог не отвечает по той причине, потому, что Мессия Иисус говорит, что тот, кто исповедует Меня перед людьми, о том Я говорю перед Отцем Моим Небесным. Может быть, на самом деле, ты не проповедуешь просто об Иисусе. Ты не проповедуешь сегодня о Мессии нигде. Ты не исповедуешь Его перед людьми. И поэтому Мессия сегодня просто не исповедует, но не говорит перед Богом о тебе, перед Отцем. 33 стих. А кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того, и Я пред Отцем Моим Небесным. Честно говоря, для меня это очень страшные слова. Я не знаю, как для вас это звучит, но для меня звучит это достаточно очень серьезно и страшно в отношении того, что Иисус говорит, что если вы отречетеся от Меня перед людьми, то отрекусь и Я от вас перед Отцем Небесным. Каким образом мы можем отрекаться? Да, мы можем, конечно, в открытую заявить о том, что мы не верим больше в Мессию Иисуса. Сегодня и так поступают тоже многие верующие. Просто заявляют о том, что они не верят, они там пришли в синагогу или еще что-нибудь, да, то есть такое тоже происходит. Но я скажу вам, что когда мы молчим, а не говорим, это то же самое, что мы просто не исповедуем Его, что мы просто таким образом как будто как отрекаемся от Него, потому что что-то нам вдруг помешало, стыд или страх. Мы боимся, поэтому мы молчим. Но Он говорит, не бойся, а говори. Если ты хочешь, чтобы Мессия Иешуа ходатайствовала тебе, тебе сегодня нужно о Нем говорить везде, везде, на каждом месте. Нужно помнить, что если вас посетило чувство стыда или страха, это пришло не от Бога. Дьявол просто наваливается на вас. Он пытается задавить, он пытается остановить тебя, потому что он знает, для него страшно самого, что если ты говоришь, ты в очередной раз крадешь у него, выхватываешь эту душу, выводишь ее на свободу, даешь возможность спастись еще кому-то либо, потому что ты говоришь, и для него самое лучшее, это те христиане, которые, знаете, молчат, это его лучшие друзья, я говорю вам честно, это его лучшие друзья, потому что они думают, что они спасенные люди, и им хорошо в царстве Божьем, но они молчат. Хорошая позиция. Это как написано, что ты был ни холоден, ни горяч, ты был тепл, ты находился в состоянии, что моя хата с краю, ничего не знаю, да, а что там горит на краю села, это не мое дело, я спасен и я доволен, все остальное меня не касается. Нужно стоять над этим, нужно стоять над всяким стыдом, нужно стоять над всяким страхом, просто на мгновение посмотрите на Голгофу и загляните в глаза Иисусу. Вы увидите там страх, вы увидите там стыд, я вижу там только любовь по отношению к каждому погибающему и спасенному человеку. То же самое Бог хочет, чтобы было и в нашем сердце любовь по отношению к каждому погибающему человеку. Знаете, не будьте подобны людям, которые любят использовать локти. Знаете, когда люди входят в трамвай, допустим, забитый трамвай, и с помощью локтями они пробиваются вперед. Не будьте подобны этим людям. Жизнь, дорога, ведущая в вечность, это не широкие врата, это узкий путь. Узкий путь. Его можно представить себе таким образом, знаете, как такую узкую дорожку, может быть, по которой мы можем идти только вслед друг за другом. И с каждой стороны просто пропасти, обрывы. И вот мы идем по этой дорожке, направляясь в вечность. В этих обрывах находятся люди, не спасенные. И они пытаются каким-то образом выкрапкаться и стать на эту дорожку. Если ты не человек, который применяет локти, ты не наступаешь этим людям на руки, чтобы они упали туда еще дальше. Ты будешь тогда другим человеком, говорящим о спасении, протягивающем руку и дающим возможность человеку вылезти из этой ямы, этой пропасти встать на эту узкую дорожку и идти вместе с тобой. Бог хочет, чтобы мы были такими людьми, протягивающими руку, помогающими другим вылезти из ямы, встать на эту дорогу и идти в вечность. Не надо думать, знаете, как многие сегодня думают о карьере, что кто-то может занять мое место. Твое место вечности никто не займет. Твое место вечности будет лучше только от того, чем больше ты поможешь выбраться оттуда людям. Понимаете? Другой принцип. Другой принцип. Чем больше людей с твоей помощью оттуда вылезут, тем лучше место твое будет там. Тем больше твоя награда будет. Вы можете сказать на это Аминь? На этом мы сегодня закончим.